Всем привет! Меня зовут Вилана, и вы на канале Вилана Тойз. Нас не было уже очень давно, за это время я много раз пыталась снять видео. Об этом я расскажу чуть позже, то есть не в этом видеоролике. Сегодня мы будем вытирать пыль. Казалось бы, не особо-то и весомый пол для того, чтобы снять видеоролик, учитывая то, что я не снимала их примерно два года. Но в последний раз пыль в кукольном шкафу я вытирала никогда. Как только нам его поставили, я расставила всех кукол, и я просто никогда не вытирала пыль. Я не знаю почему. Итак, Ланника, первым делом нам нужно просто всех кукол сейчас сложить на полу. Ну как сложить? Поставить их на пол. Прошу прощения за не очень эстетичную локацию, я старалась сделать все более-менее красиво. Сейчас мы будем полностью освобождать вот этот вот первый шкаф и выставлять кукол здесь, на полу. Потому что я не думаю, что у меня хватит места на столе или на этом столе, поэтому начинаем. Тут просто кукол, но спешка. Итак. Страшно, страшно, страшно. Значит, начнем с этой. Смотри, вот так вот берешь куколку. Это лагуна. Да. Бэк ту скул, по-моему. Нет, подожди. Скулз аут, скулз аут, вот. Скулз аут. Номер один. Кукол номер один. Да. Скулз аут, скулз аут, скулз аут. Номер один. Скулз аут, скулз аут. Музыка Ой, как вы же могли заметить? Мы закончили и теперь нам осталось только протереть пыль. Музыка У нас тут кое-что произошло. По всей видимости, из-за того, что куклы очень давно стояли, резинка на волосах Фрэнки просто лопнула. Надо будет ее заменить на другую. Что ж, кажется, в начале видео я говорила, что в самом нижнем шкафу я действительно дольше всех не доставала кукол. И как бы... Простите. Я уже очень устала, мне просто плохо. И вот что еще произошло. А-а-а, я почти заканчивала. Они все попадали. Музыка Извините, что я запыхаюсь. Просто я, правда, устала очень. И такие ситуации случались просто постоянно. Либо когда съемка видео, либо когда я протирала пыль. Кстати, да, на той квартире я протирала пыль. Что ж, сегодня второй день съемок. Вот так сейчас у меня все обстоит. Да. В данный момент я занимаюсь учебой, потому что сейчас дистанционное обучение. Итак, время 15.44, если не ошибаюсь. Настраивайся, пожалуйста. Время 15.45. Отлично. Я проснулась пару часов назад. И мне нужно сделать домаху. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Вилана. Это третий, нет, четвертый день и второй день съемок. Мы освободили уже один шкаф. Просто наконец-то. Боже, я не верю. А, ой. Ой, кто это? Я очень надеюсь, что я в фокусе, потому что для того, чтобы сфокусировать камеру, мне пришлось ставить сюда второй мой штатив. Одиначество. Итак, сегодня второй день съемок и четвертый день, в принципе. Прошло три дня с тех пор, как я начала снимать это видео. Итак, что же мне мешало его доснять на следующий день или сразу же в этот день? Во-первых, что мне мешало его доснять в этот день? Я очень устала. Я безумно долгое время не снимала видео вот в таком формате. Это меня утомило. Такие долгие перерывы дали о себе знать. Что же мне мешало снять видео на следующий день? Учеба. А еще я знаю, какой ужасный у меня звук в видео. Спросите, есть ли у меня микрофон? У меня есть микрофон. Он очень хороший. Вот он. Спросите, почему я его не использую? Я не знаю, как. Не в том плане, я не знаю, как использовать этот микрофон. Я не знаю, как подключить его к камере. Гуглить я тоже пробовала. У меня не получилось. Пожалуйста, если кто знает, помогите мне. Я хочу вернуться на YouTube и быть нормальным блогером. А не записывать звук на камеру. Видео на камеру, звук на камеру. Просто все. Я вообще не уверена, что кто-то это посмотрит, что кто-то оставит комментарий. Но надежда у меня есть. И я подумала, я не хочу посвящать отдельное видео тому, как мне было плохо, почему я не снимала видео полтора года. Просто скажу так. Так, у меня были проблемы из-за YouTube. Я не могла смотреть на себя из-за YouTube. И когда я пыталась снять видео, монтировать его и выложить, я просто хотела плевать в экран. Мне не нравилось то, что я видела из-за YouTube. Все. Продолжим видеоролик. Я вас люблю. Если вы слышите крики, шум и, в принципе, уличные звуки, да, у меня открыто окно. Но дело в том, что если я его закрою, я просто умру и задохнусь. Вот, так что извините. У меня осталось всего две полки, как видите. Да, именно две. Просто вот там, где стоят Блайс от My Little Sped Shop, ту полку. Пулку, да, Вилана, молодец. Олимпиадница по-русскому. Класс. Ту полку я уже помыла, куколок привела в порядок, поэтому у меня осталось... А, ой, да, три. Это четвертая была. Я не умею считать. Ну или просто слепая и криворукая. Так. По ходу видео придется называть Вилана. Энное количество времени унижает себя, а не уборка в кокольном шкафу. Знаете, я уже и забыла, каково это сидеть одному в пустой... Ну ладно, не совсем в пустой комнате и разговаривать с самим собой. Блин, я не сильно много горбилась. Ладно, я буду в Спартак ходить. Будет стрёмно, если потом на монтаже я увижу, что я очень много горбилась и выглядела как гоблин. Я и так выгляжу как гоблин. Кстати, не так давно я решила перечитать Гарри Поттера, одновременно пересматривая. Очень интересный опыт, скажу я вам. И для меня очень много открылось. Почему-то, когда я перечитывала два года назад, я не испытывала таких эмоций, каких испытываю сейчас. Просто фантом Батериана поглотил меня полностью. У меня Гарри Поттер головного мозга. Недавно я сидела на кровати, мне нужны были ножницы, я делала что-то там руками, я уже не помню что. И ножницы лежали на столе. И у меня просто в голове невребальное взглянание. Акцион ножницы. Я не знаю, либо я уже слишком двинулась кукухой по Гарри Поттеру, либо я очень ленивая. Что-то одно из двух. Мне кажется, и то, и другое. Так, мне очень страшно, потому что... Ой, фу, как неприятно скрипнуло сейчас. Ой, мои ушки. Мои бедные ушки. Отлично. Кто? Так, мне осталось протереть пыль, и все будет супер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И что это получается, что все Эвер Афтер Хай у нас уже расставлены? Я пытаюсь высмотреть еще какую-нибудь куколку из Эвер Афтер Хай, но кажется, что действительно больше у нас их нет. Что ж, отлично. Извините, если я буду как-то хаотично все расставлять, но дело в том, что я действительно понятия не имею, как мне сейчас это все расставлять, и то, что мне приходит в голову, то я и делаю, скажем так. Что ж, хоть что-то в этом видеоролике будет с хорошим звуком. Итак, многие кадры я решила сюда не добавлять, поскольку видео было бы еще более долгим и неинтересным. Ну и еще по той причине, что в данное время я монтирую в бесплатном видеоредакторе в связи с техническими неполадками, и все, чем я могу довольствоваться здесь, это вот этими вот 3D-фигурками, которые нафиг никому не нужны. А, ну и да, через 5 секунд моей мини-истерики вы увидите результат моего пятидневного страдания. Я не верю, что я закончила! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok